Нам нужно установить Arista EOS в GNS3. А Arista – это образ коммутатора, достаточно продвинутые коммутаторы, одновременно и 2-го и 3-го уровня. Вот у нас репозиторий образов, где находятся. Вот здесь вот мы попасть не можем, потому что блокируются российские IP-адреса. Но давайте мы тут по VPN-у подключаемся. Вот тут образы лежат. У нас два вида образов – это образы на основе кемю, то есть вот они, автуальные машины. Это загрузчик. И образы на основе докера. Ну, докер, естественно, полегче. Мы будем сейчас докеровский ставить. Да, тут еще, конечно, нужно вот логин сделать и так далее. Выключить VPN. И опять валились. Но для удобства я сейчас ссылку покажу. Ну, значит, вот у нас Arista Vios – это на основе кемю, две архитектуры, естественно, 386 AMC 4-битных. Проблема в том, что 2 гигабайта оперативки требуют. Но, в принципе, нормально, да. И мы попробуем поставить более легкий вариант, который через докер работает. Вот мы последний образ. Буква в конце означает… М – это поддержка, то есть просто там какие-то багфиксы. А F – это features, новые фичи поставлены. Вот такая ссылка. Но ее через браузер скачиваем тоже. Вот он у нас открывает даже без требований VPN и регистрации. Но потому что это прямая ссылка на, как вы видите, на облако AWS. Ну, естественно, там никто не ограничивает. Ну, вот скачали мы. Так, давайте мы GNS запустим. Значит, тут проблема следующая. Запустится. Ну, вот давайте посмотрим у нас образы. Вот образ. Мутаторы. Вот на основе KEMU. Вот видно 2 гигабайта. Так, install. Ну, мы не инсталируем, а просто смотрим. Видите, вот у нас нужно этот образ скачать и загрузчик. Ну, в общем, это все стандартным образом. Проблем это никаких не представляет. А если мы хотим установить... Вот докеровский образ. Вот у нас ничего не устанавливает, просто пишет такую инструкцию. В чем проблема? Дело в том, что докер по умолчанию тянет репозитория с докер хаба. А тут у нас через докер хаб это, естественно, не распространяется. И мы должны положить на диск и установить вручную. Ну, вот этот скрипт, который описан и дает это. Значит, вот у нас адрес. 192.168.131.129. User. GNS3. И пароль GNS3. Значит, вот он у нас. F9. HL. Да, SFTP. Давайте. Вот. SFTP. Значит, у нас тут GNS3. 192.168. 131.129. 131.129. Да. Пароль GNS3. Ну вот. HL. GNS3. Я сделал каталог Work. Ну, он на самом деле, конечно, просто тар, что ли, скачался. У нас санитар. Тар Экзет. А. У нас. Тар Экзет. Привали. Странно. Так, давайте еще раз скачаем. Так, это нажимаем. Вот наверху написано Тар Экзет. А он. А, это. Это глюки скачки. Мы его переименуем Тар Экзет. Ну, потому что. Да. Тар Экзет. Да. Угу. SFTP. Это глюки скачки. Вот. Экзет. Да, все нормально. Значит, давайте в 5 скопировали. Ну, можно же с помощью SCP. SCP. Образ. SSH. А, нет. SSH не надо. Мы вот так вот. GNS3. SCP. Он сам уже SSH. 192, 168, 131, 129. Home. Ну, если вы сделали work, то сделали. Если не сделали, то просто в Home. Вот так вот. И вот он. GNS3 пароль. И скопировал то же самое. Вот давайте я. Стер. И с помощью этой команды опять искать. Опа. Что такое-то? Почему? Ага. Почему он не? А, Homework. Home. GNS3. Work. Вот. Неправильно набрал. Вот все скопировалось. Да? Ну, как вы скопируете, это уже ваше дело. Значит, так, давайте мы. Так, шелкнем тут. Что нам шелкнем тут нужен? Шелкнем тут написано. OpenShell. CD. CD. Work. Вот он у нас. Итак, мы давайте. Будем копировать. Как мы тут копировать должны? А вот ставить. Нет, конечно. Ну, так, давайте мы. Так. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-C. Ctrl-V. Вставляется, да. Опять шелкнем сюда. Enter. Докер. Этот докер стоит уже, так что все должно пойти. Пойдем, что происходит. Оно уже не нужно. Так. Значит, импортировали. Image. Значит, вот тут у нас разбито на две строчки. Видите? Ctrl-V. Вот этот вот перенос. Это значит, что следующая строчка продолжает. Ну, для удобства просто. Enter. Видите, у нас в начале появился такой уголочек. Так, не скопировалось у меня. Да, вот скопировалось. Так, что у нас тут? Так, это быстренько сработало. Значит. Лишних значков на тайл. Вот. commit 0 и удалили контейнер. Ctrl-V. Еще раз. Ctrl-V. Копировали. Чтобы вставилось. Надо щелкнуть мышкой по нему, чтобы перешло внутрь. Итак, что у нас получилось? Ну, наверное, все. Все, давайте попробуем выйти и зайти. Так, а мы вот тут вот должны были его сделать. Finish нажать-то там мы не дожали. Вот он C. Это EOS, но он как вот свитч третьего уровня. Так, давайте смотрим. Новый проект создадим. Test EOS. Что у нас тут имеется? 8 адаптеров. Естественно, мы их можем увеличить. Пока не нужно, но, в принципе, это вопрос увеличения. Значит, вот PC. Давайте стартуем все это. prine Tabii. 192, 168, 111. 124, 192, 168, 111. Это, в принципе, нам не нужно. Вот так вот. Так, что-то у нас, что-то тут у нас грузится. Он никак загрузиться не может. Давайте тогда пойдем по другому пути. Установим. Уголим. И будем устанавливать предыдущую версию. Скачаем образ. Давайте. Вот он. Вот этот вот. Вот почему-то он, как вот, сохранили. Значит, вот скачивается. Скачивается. Значит, мы будем копировать в 9. Вот адрес машины. GNS3 пароль. Home. GNS3 work. Второй образ копировали. Копировали 20 образ. Заходим внутрь. Толкнули. Enter. Shell открываем. И давайте скопируем. Вот наш конфиг. Вот этот образ. А, нам дочь сначала добавить сюда template. Добавить. Twitch. Seos. Install. Finish. Вот он появился, но пока пустой. Ctrl-V. И пошло ставиться. Так. Ай. Да. Сейчас. Я извиняюсь. Он же у нас вот тут называется вот так вот еще. Поправлю. Поправил я. Неправильный. Немного. Теперь Ctrl-V. Начал. Так. А, сиди ворк. У меня одни проблемы. Бывают так. ЛС. Ну, вот. Теперь есть Ctrl-V. Ctrl-V. Вот теперь ставится он. Так, установил все. Так, давайте мы попробуем. И. Запустили. 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 логин какой мы же не обратили внимания значит в новых версиях логина то уже и нету в общем я думаю что имидж веос запустится вполне возможно любой но вот с этим у нас проблема а админ админ проблема в том что нужно шаманить обон админ она его фигуры значит так просто сейчас быстренько с конфигурим пропингуем айпи 190 208 1 10 и 24 192 168 11 их так как давайте Ctrl Z нажал Show Running Config Ну ничего нету Так конфигуры Терминал можно тут дописывать Можно не дописывать Он и так срабатывает Ну как в этом В Juniper Интерфейс Ethernet 1 Значит А ну мы его No shutdown Но не так Не за shutdown Show running config IP routing Отключен у нас Ну в общем Все что угодно отключено Давайте Конфигуры Значит Интерфейс В LAN 1 IP Адрес Не дописывать А Оттач Адрес 192 168 1 Ну пусть это будет 20 24 Мэм Шоуру Ну вот Есть адрес Давайте пропингуем Пинг 192 168 1 20 Нет 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 Не прорабатывает Он Не помолчание Нет Да сейчас Дефолт Он На всех Связан Связан Так Хостнейм SV01 Ник 192 168 1 10 Никуда Не идет У нас Интерфейс Бриф А А А А куда Этот Ethernet 0 Присоединяется Так Ethernet 0 Ethernet 1 Так Значит Что у нас получается Ethernet 0 Какой-то Фиктивный Интерфейс А Их 8 Но реально Нулевой Ну будем считать Что нулевой Он является Интерфейсом Для А А что это Грохнулось Нет Да Вот это Грохнулось Давайте Остановимся И Стартуем Заново Открываем Открываем Админ Да, это все не очень мне нравится Так, давайте мы остановим Давайте мы выйдем и запустим заново Так, мы откроем то, что у нас есть EOS Запустим Просмотр Admin Что-то слетело А что слетело, я не пойму А вот заработала Шоуру А, enable Шоуру IP адрес есть А вот все пошло, все поднялось Он тормозился Ну вот В принципе, все установилось, все работает Таким образом Мы У нас не получилось поставить последнюю версию EOS Мы поставили самую старую там Лежало, но, наверное И какие-то промежуточные тоже бы работали Какая-то тут проблема Значит, старая версия в данном случае отличается тем, что нужно админ набирать Для того, чтобы в командный интерфейс перейти Для того, чтобы в командный интерфейс перейти У нас интерфейсы начинаются с первой считаться И нулевой он как бы в космос куда-то отправлен Ну вот и все Вся разница Ну вот Можно работать